Здравствуйте! В этом видео я расскажу о двух любопытных пособиях для изучения английской лексики путем решения кроссвордов English with crosswords 1 and English with crosswords 2 Об English with crosswords 1 заявлено, что она для начального уровня, beginners English with crosswords 2 для среднего уровня, intermediate Однако фактически обе эти книги идеально подходят для определения пособия для изучения базовой лексики Поэтому не стесняйтесь обращаться к обеим, так как они невероятно обогатят язык любого начинающего В описании вы найдете ссылку на скачивание данных пособий Признаю, что как преподаватель для интенсивного формирования лексической базы учеников начального уровня Я предпочитаю наглядные лексические материалы, поэтому я советую именно эти учебники Но не только! В данном видео я расскажу о них Приступим к обзору По форме эти книги идентичны, в обеих по 14 тем Каждая тема состоит из 20 слов и 5 кроссвордов к ней Давайте рассмотрим поподробнее Так как это универсальные учебники, не привязанные переводом ни к какому из языков То понятия английских слов здесь представлены крайне удачными наглядными иллюстрациями Мы видим, что rabbit это кролик, а например cow это корова В части посложнее, там где представлены глагол, тоже вполне понятные иллюстрации Но если вдруг все же возникнут сложности с переводом, существуют онлайн переводчики Предположим, вы выбрали тему для изучения Первое, что необходимо, это уточнить произношение Для этого также можно воспользоваться тривиальным гугл-переводчиком или же сайтом WordHunt Разобравшись с произношением, проговорите слова по несколько раз каждое, чтобы привыкнуть к ним Убедевшись в том, что слова укоренились в памяти, следующим этапом начните самопроверку путем решения кроссвордов Вы можете изучать параллельно несколько тем, в этом случае то, что кроссвордов 5 это настоящая находка Четыре из них содержат по 10 слов, пятый же финальный, все 20 Теперь давайте посчитаем У нас две книги по 14 тем, состоящих из 20 слов каждой Итак, мы имеем целых 560 слов из широкого спектра тематик Согласитесь, что для начинающих это крайне выигрышно Учитывая вполне непринужденный формат их заучивания, то есть решение кроссворда Вернемся к спискам тем Первая часть Животные, фермы, дом, мебель, спорт, еда и напитки, фрукты и овощи, природа, в городе, одежда, во время сафари, слова антонимы или другими словами противоположности, в школе, действия или можно сказать глаголы, виды транспорта Вторая часть У моря Разве это не потрясающий набор слов? Советую при работе с данными пособиями брать похожие темы из обоих и изучать их параллельно В данных таблицах я объединила наиболее близкие темы из двух учебников Например, тему из первой части «Nature» и чуть вместе с темой «Add the sea» у моря из второй части Попутно с антонимами «Opposites» из первой части работайте над прилагательными «Adjectives» из второй Аналогично изучение действий «Actions» и «Verbs» глаголов из обоих учебников желательно объединить Поговорим о минусах этих книг Во-первых, здесь представлен сугубо британский вариант языка Конечно, минусом в полной мере это не является, для кого-то это даже и большой плюс, но стоило все-таки отметить данный факт Во-вторых, пособие не предусматривает заданий по проработке лексики в контексте Но это отнюдь не так страшно, ибо слова настолько базовые, что встречаются в 90% текстов и заданий из различных сфер при комплексном изучении английского На этом, пожалуй, все Повторюсь, что ссылку на скачивание этих чудесных книг, а также на видео о том, как правильно изучать слова, вы найдете в описании Благодарю за просмотр! Желаю вам скорее выучить английский язык! Зактор catch Sometimes 3 4 5 6 5 8 Продолжение следует...